На ходиках сейчас 4 часа утра и вот мне делать нечего, да? Короче, вот на этой скане мы проедем в нижней, потом еще, ладно, короче, по дороге все расскажу. Как тебя по бачке, по бачке? Александр Викторович. Викторович, да, Викторович, давай, рассказывай, что у тебя за мобиль. Скане, 114-я, Элька, 380 лошадей, в простонародье Эрка, самая примитивная Эрка. Не-не-не, самая примитивная это Понька. Да. Что может быть примитивнее Поньки? Ну, так-то, да, по большому счету, это, наверное, самая распространенная в России машина Понька-то. Короче, ребята, вот это мы накидали вещи. Не смотрите на нас косо, несмотря на то, что август месяц на дворе. Сейчас плюс 5 градусов. И как-то слегка прохладывается. Серьезно, 5 градусов? Да, 5 градусов. Машины выне стоят сейчас на дворе проходил. Вот. Значит, как уже говорили, едем в нижний, а потом едем... Обратно в Чебоксары. А, и все? И все. И выходные, хватит работать. Короче, выключаем видео, фигня, нечего снимать. Чем она окруженная-то? Сантехника. Сантехника. Раковина. 20 тонн. Блин, я, честно, сканиевскую посадку не особо, как это, понимаю. Я привык сидеть тут. А, ну, это потому что у меня отец автобусник. Там всегда автобусная посадка. Может быть, из-за этого сказывается. Вот. Так. Трогаемся с первой, да? Нет, со второй. Со второй? Да. Только ее придерживаю, она вылетает. Полетает. Так. Провалилась. Блин, да. Так. И что делать? Доставай. Где она там? Подожди, она выключилась, все, выключилась. Ладно, давай потом доставим. О, смотри, какая воля! Ну, давай. Ай, вообще, да? Менецканцы. Дело такое. Зебренок поехал. Так. Что-то парень там учится. Он, посмотри, что у него сломалось, что-то. Да. Вот. Да. Ай, давай. откуда они там все прус колонны все утро движение началось блин вот как как можно ездить так низко делал привычки так дальше у нас еще большой делитель вверх так и четвертый дальше делитель вверх большой нижний делитель у нас половиночка а хотя сколько загружено 20 20 нормально и вот какой третий подымяем на засмурсу приятненько неожиданно я уже сколько времени на груженной машине не ездил хорошо это да неожиданно ваши впечатления михаил слушай ну я пока просто вот принюхиваюсь так скажем так к машине не ожидал бодренько прям вот не зря не спал сегодня прям хорошо ну опять же да по-русски начинаем тронулись потом начинаем смотреть а какая коробка стоит а как она едет вообще первый мой грузовик который я купил это было скани скани 82 одиночка я не знаю знаете ли не знаете есть такую машину 82 не 93 а именно 82 второе поколение где там еще глушилка с тросиком со всеми делами машина была чудесная продал ее перекрестился потому что она была просто мертвая как я ее купил я вообще не представляю и как я ее продал тоже не представляю несколько месяцев всего я на ней надъездил все у меня тогда мечта была вот купить именно четвертой серии искания вот но на то время 94 95 года четвертое поколение скамейки вышло в баре но это прям вообще было вах вах вася у тебя сколько получается эта машина сцепка стала миллион шестьсот шестьсот миллион шестьсот шестьсот причем со старыми машинами очень интересная ситуация ценник не различается практически от кабина допустим конька это уже совсем маленькая там ужасная для дальнобоя кабина скажем так это чисто региональная машина вот она по цене будет примерно так же как и эрка стоить вот такой интересный феномен наблюдается слушать и вот по машине несмотря на возраст очень тихо очень тихо в машине я просто прикрикиваю чтобы звук более-менее нормальный у вас было так очень тихо в машине и очень комфортно я вообще в шоке прошу прощения за мат но это что-то вообще сегодня этот едет тут легковушки в обочину сталкивают этот воп-воп вылетает сегодня мир сошел с ума просто или буря сегодня какая-то у людей ну на это тише едешь дальше будешь многих интересует стоит ли вообще сейчас заниматься грузоперевозками с более на старой машине как угораздило расскажи ну начнем с того то что когда-то работал я так же как и ты наемным водителем ну и просто в конце концов вот так же стала поджимать со временем то есть все хуже 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 я уволился вот у меня есть друг с нижнего новгорода у него своя машина ну как бы разговаривал долго я смотрел на него еще когда работал смотрел смотрел его подсчеты ну и все никак не решался не решался когда уволился но особо места нету везде одно и то же по работе куда сейчас сейчас не пойти одно и то же по сути везде условия одинаковые ну и вот решился взял в кредит денег потребительский купил машину долго ездил выбирал машину потому что старых машин особо в хорошем состоянии нету можно купить как ты миша говоришь за 600 рублей с цепку за 100 тысяч рублей но там похова знает что вообще в ней будет внутри творится то есть я взял машину миллион триста шестьдесят и прицеп 300 тысяч до прицеп конечно но дорабатывать надо но машина все равно как не крути хорошая вот в этой ценовой категории можно взять это плайн и ману вот такого как вот допустим у тебя миша то есть как бы цены одинаковые ну вот взял начали работать у меня диспетчер у него постоянные загрузки есть и как начали работать если есть куда вклиниться стоит это начать а если некуда вклиниться и с кем-то работать лучше уж на самом деле идти наемным водителем куда-то у тебя насколько насколько больше получается на себя работать ну порядка меньше сейчас очень порядка то есть два два с половиной раза я получаю больше на своей машине езжели я работал на контору выполнял международные перевозки то есть по странам снг ездил беларусь киргизия казахстан пакистан то есть я здесь имею в два раза больше чем я катался международка по сути хотя кеморо и меньше я каждый выходные пятницу субботу воскресенье я дома как бы я я рад по сути если честно что он все таки я встал на путь истинный как говорится если бы не друг я наверно долго посомневался стоит ли вообще в это вылезать опять же если виктор понимает в машине что-то есть смысл заморачиваться и брать такую машину покупать если вы с техникой на вы то я прям уверяю не стоит соваться в этот бизнес потому что если взять новую машину сцепку там не в неважно в кредит в лизинг при нынешних расценках с одной машиной вы вряд ли вы везете если у вас нет какого там крутого знакомого друга брата свата в заказчиках который будет платить там не знаю 70 рублей километров если же вот такой вариант со старой машины то вы должны в машине сами разбираться полностью чтобы вас даже если будете обслуживаться в сервисе вас тупо не накололи и не развели а сервисы к сожалению этим практически все грешат все давайте едем в нижний на на месте уже походим вокруг машины и собственно поспрашиваем что интересненького в общем мы все разгрузились загрузились кирпичом на ешкарлу едем обратно пробочка в сторону казани в сторону чебоксар и мы соответственно эту пробку преодолели но там еще впереди будет авария серьезную чем было часа 45 назад с пострадавшими одно и дождик идет фиг знает как мы поснимаем машину тогда начнем наверное с того что у нас внутри смотрите какой есть хороший матрасик толстенький но матрасик дафовский потому что сканевский вот вот это вот чудо печальная да беда беда в этом плане здесь уже попонг такая заселена кожзам прям тюнинг человеческая такой спальничек ну машина по сути работает по месту по большому счету недалеко там одну ночь переночевать две как ну собственно так как и я хочу работать вот коробка как уже видели механика с делителем демультипликатором все как полагается все пакет шубу вот единственное что нет горняка горного тормоза неудобненько неудобненько без горного тормоза что еще это у парта обязательно это пол пока она длиннее ну давай назовем такими мини-парту на полку пусть будет потому что кстати в новой скане будет обзор в ближайшее время на газовую сканию так вот там появилась опция заводская полочка вот здесь но это уже следующем обзоре посмотрите один очень классная штука с противоскользящим таким прорезиненным покрытием все классник вообще очень подбешивают производители вот казалось бы в грузовике в автобусе все должно быть максимально функционального в том что касается поверхности до торпеда передней панели что можно было что-то положить поставить производители большинство упрямо ничего не делают просто там изгаляются с дизигном совсем со всеми этими делами но потом на следующих скане конечно появился здесь обалденный такой столик раскладной очень классная штука на самом деле и соответственно и в next generation это столик остался слава богу вот он есть вот под посадку да виктор сидит как ему я называю посадку как на горшке но опять же кому как удобно я уже просто привык ездить когда ты сидишь высоко когда у тебя роль практически на коленях лежит не знаю привык я так есть мне так удобно комфортно я так не устаю здесь неудобно некомфортно себя чувствую понятно дело привычки конечно тем временем пробочка у нас продолжается в этом и конца и края просто не видно это запрутная нижегородская область по приборочке быстренько расскажем да что у нас спидометер но спидометр атометр температура датчик не подключен просто умер там же можно обнулять пробег ну как этот как это называется отпуляешь когда вот суточный пробег да что там температура давление масло напряжение кб и два контура воздуха вообще кнопчики такие олдовые просто приятные большие крупные так это у нас это как этот вот здесь вот консоль как ну как типа мини-компьютер тут консоль а тут проверка ошибки по диагностике да тыкаешь кнопочку клавишу и он тебе показывает есть ушибка или нет ошибки такие дела что а тахограф с блоком криптозащиты обязательные требования у нас из козы и с козы до шайбин и так же так они тут спидометри шайбин если так же функционирует просто прежний хозяева ключ по ходу выкинули когда ставили с козы но я из козы и буду вытаскивать у меня все равно как в планах зиме выйти в беларуси хочется киргизии по снг да но мне нравится там интересный сезон можно на узбекистан из узбекистана очень хорошие деньги как бы делать давай не пали контору сейчас все будут туда есть у нас же как там все где тепло о можно туда ездить классно все и все попрысачки как свое время популярны были рефы точнее рефов было очень мало были очень хорошие ставки на рефы народ прочухал в своей массе что можно на рефах неплохо заработать и начали все массово скупать рефы так решил посмотреть сейчас пока толкаемся в пробке пока обзор снаружи мы ничего не можем сделать машин кстати смотрится очень неплохо по раскраске сейчас посмотрим на автору пока машинки за сколько можно примерно такую же машину сейчас купить того что очень нестабильные ценники потому что когда я покупал машины грузовики были довольно дорогие сейчас можно за ценник там 700 800 рублей уже что-то присмотреть более-менее вменяемые по состоянию и по возрасту я тоже как бы дороговато купил сейчас машина гораздо дешевле еще дешевле стали стоит потому что уже как бы как это называется правильно по-русски ну нет уже такой покупаемости как раньше как был ажиотаж на и падающий падающий рынок до в этом проблема так заходим на автору и соответственно выбираем так вот скане до 4 4 серия вот присутся так допустим 2006 год такого года 2003 2003 но 2006 стоит за миллион сто пятнадцать тысяч наверное так это сцепка скорее всего седьмого года 2300 за башку естественно вот смотрите вот как говорил конька да и ценник вот миллион двести двадцать двадцать давайте зайдем посмотрим с чем она у нас сидели тягачка не в отличном состоянии также пытается прицеп цена только за скани вот видите тоже казалось бы конька с самой маленькой региональной кабинкой и допустим джишка уже да то есть разница тоже ценники вообще прям просто не особо отличаются в зависимости вот смотри 830 с высокой башней ну скорее всего с проблемой поэтому нет передних тормозов но нормально да вот народ ездит сделали тягач нет передних тормозов пкву сцепление компрессор много новая скидка за деньги ладно ребят в общем а ссылочку на автору на эти машинки я оставлю в описании зайдите посмотрите ценники реально очень серьезно об это вы посмотрите какая машинка ребятки это просто редкость в россии во первых скани капотные т-серии уже не выпускается на официально скидка с производства чувак если узнаешь себя по видео передавай привет классная машина ну посмотрите с лентяем еще с таким ай красота это уже машина для именно ценителей но с точки зрения дизайн конечно спорная машина ничего не говорю вот третья серия она очень классно смотрелась капотная скани вот четвертая ну серия уже как бы не очень да 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 но они кстати тоже на рынке недолго гостая примерно все то же самое просто что капот и уже кулис зато пол ровный ровный пол до места достаточно у кого-то я не помню из ребят знакомых кстати я перебью смотрел магнит едет это просто печалька смотрите какой у них посеченный спальник или просто откидная полка сейчас на новых паровозах просто жалко мужиков как страдает на него в этих машинах просто 6 ценовая категория короче ребят не знаю получится не получится отснять у нас вообще полноценный обзор дальше но погода не позволяет и плюс мы толкаемся в пробке просто в лютой пробке сколько мужа часа два наверное да почти тусим да и пила ну что ребята в общем на дотянули мы прямо до темна потому что нас преследовал дождь весь день дождь пробки и все-таки мы решили хоть и в темноте но закончится этот странный то ли обзор то ли рейс то ли фиг его знать что но тем не менее да вот скани 2003 год родная краска кстати прокси естественно наклеечка по машине что если кого-то интересует вообще старая машина как мы уже говорили то если вы сами разбирайтесь машина знаете как ремонтировать что делать и самое главное как правильно выбрать машину когда вы его покупаете для того чтобы заняться перевозками то я думаю все получится вот опять же никому ничего не советую не рекомендую вот но тем не менее это это возможно нет ничего в этом сверхъестественного вот по машине что конкретно паска не по 4 можно сказать можно брать pde топливную систему насос форсунками либо тнвд обычный все hpi то есть это топливная система каменса и топливную систему x5 ни в коем случае вообще не рассматривать если вы берете машину для себя душную естественно вот это такие машины можно смело брать здесь еще механическая коробка передач простейшая в принципе все что но проблема опять же говорил сгнивает номера на раме большинство машина либо он уже уже сгнил либо находится на границе того что сгниет но есть машины которые вот один хозяин с европы которые они изначально мазали мастикой там или чем на них еще целый вот я тебе рассказывал потому что я хотел машинку туропресс потом сказали не беспокойте меня и я машину кладу вот он мазал мастикой там винход был жив ну а опять же кто заранее позаботился да вин номер в принципе нормально себя чувствует но сам факт то что сам завод не очень качественно носил в те годы вин номера на раму да и факт остается фактом подытоживаем этот странный ролик если ребят вам нравится не знаю такой формат формате какого-то есть вообще ехать пассажиром терпеть не могу о точно расскажу с точки зрения пассажира пойдем я сейчас просто измучился вымучился весь пока ехали а так вот вот эта штука жутко по ногам бьет блин когда сидишь нога упирается сюда от костницы все болят очень тесно ехать пассажиром здесь это просто вот и да какая-то не знаю может быть сиденье поднять как-то и исправиться ситуация вот но когда ты едешь пассажиром пассажиром в рейс это как когда ты ребенок и ты приходишь к другу у которого есть дэнди вот он сидит играет а ты просто сидишь и смотрит примерно такое же ощущение в общем ребят надеюсь уже скоро и я поеду в рейс очень на это рассчитывала спойлерить не буду вот но скучает расскажешь тянет что говорить дизлайк отписка салли кричу лайк естественно подписка инстаграмчик естественно у него тоже выложу в описании вот всем пока